Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас будет обзор посылочки от любимого Василька. Как вы можете наблюдать, уже на мне есть один костюм. Я его уже затаскала, вы его видели в предыдущих видео, в предыдущих влогах. Сразу, наверное, начну с него, так как это уже прям для вас знакомая вещь. Смотрите, заказала себе вот такой вот костюмчик, футболочка и шорты. Очень мне понравился, приятный к телу, такой вообще прям классный-классный материал. Сейчас я встану, покажу себя в полный рост. Вот так вот этот костюмчик смотрится на мне. Смотрите, он состоит из вот таких вот шортиков. Мне нравится, что шортики такие, ну как бы, не короткие, не мини. Мне очень удобно, комфортно, особенно гулять с ребенком на улице, на прогулках. Удобные шорты, не переживай, что где-то что-то там задралось или еще что-то, что-то где-то торчит. И вот такая вот футболочка легкого пошива. Размер я заказывала 44. Это как бы мой размер. На мне сидит очень хорошо, потрясающе. Итак, я сейчас покажу, что еще я заказала в Васильке. Еще, конечно, огромный заказ для Димы. Дима тут рядом, он порядки наводит, все раскидывает. Так, огромный заказ для Димы. Заказала Диме летнюю одежду. Впереди у нас два месяца отпуска. Весь июль, весь август мы отдыхаем. Июль мы будем проводить здесь у бабушки в гостях, у Диминой бабушки. А август мы будем проводить в Волгограде. Тоже у Диминой бабушки и дедушки, только уже с папиной стороны, да, Дим? Вот, и как бы все летом мы будем отдыхать в жаре, поэтому набрала Диме разные летние костюмчики. Смотрите, один костюмчик вот такой вот. Это, он состоит из футболочки. Вот такая вот детская футболка. Классная. Так, и к этой футболке идут вот такие вот шортики. Такие вот шортики. Супер. Так, что еще, что еще? Еще заказала... Так, один костюм. По-моему, вот этот. Да? Да, вот еще. И еще один костюм. Тоже, смотрите, вот такие вот шортики с самолетиком. Давайте покажу поближе. Вот такой вот самолетик. Вот такой вот. И к этим шортикам идет вот такая футболочка. Такая вот этикетка. Классная футболочка. Диме гонять летом самое то. И заказала кучу... Тут Дима катает машинку, немного будет посторонний шум, но надеюсь, ничего страшного. Вот. И заказала Диме кучу футболок. Почему? Потому что, знаете, низ у него обычно не пачкается. Ну, там, шортики или штанишки. А вот футболки в течение дня я ему меняю часто. Ну, я не знаю, он там банан кушает, размазал по себе, киви кушает, сок потек. Ну, футболка вся в соке. Я обычно футболку эту снимаю, которая там с соком испачкалась. Одеваю на него какую-то другую. И поэтому запас футболок решила сделать побольше, чтобы у Димы постоянно была сменка. Одна футболочка вот такая вот, смотрите, желтенькая, с динозавром. Красивая, очень красивая футболочка. Затем заказала вот такую вот футболочку Диме. Вот такая вот. Так, еще одна тоже с динозавриком, только теперь голубая. Вот такая вот. Дима у меня будет модник. Каждый день новые наряды, да, сынок? Каждый день новые наряды. Сейчас я вам его покажу, он тут рядышком в машинку играется. Так, вот такая вот с двумя динозавриками. Так, что еще? С крокодильчиками серые. Такая вот футболочка для Димы. Что еще, что еще? Еще одна красненькая тоже с динозавриком. Такая вот. И еще одна футболочка с каким-то мишкой, что ли. Вот такая вот голубенькая. Класс. Все, у Димки летняя одежда куча целая. И заказала ему один теплый свитерок. На всякий случай, мало ли, в какой-нибудь вечер будет холодно или что-то, чтобы у него, ну, теплая кофточка тоже была. Такой вот теплый свитерок, но он тоненький. Ну, не прям, чтобы, знаете, прям шерстяной-шерстяной. Тоненький, но при этом более такой тепленький, чем футболочки, правильно? С машинками. Классный свитерок тоже будет Дима носить. И еще заказала себе одни шорты и футболку. Сейчас вам покажу. Заказала вот такие вот шорты себе удлиненные. Цвет, кстати, немного похож с этим костюмом. Тоже такой небесно-голубой. Мне очень понравился. Сейчас, конечно, одену, покажу, как они будут смотреться на мне, эти шортики. И плюс заказала себе футболочку. Сейчас вам тоже покажу. Ну, тоже сейчас вот на лето гонять. Вот такая вот черная футболка. И у нее идет со стороны спинки такое удлинение и на удлинение разрезики. Прикольно, мне кажется, будет смотреться. Сейчас примерю и обязательно вам покажу, как эти шорты и футболка смотрятся на мне. Вон он, Димка тут бегает. Димка тут бегает, играется на фоне с машинками. Вот он, вот он, вот он. Красавчик мой. Ждут, пока я отсниму Василек. И затем мы все идем в магазин. Нам кое-что нужно купить для того, чтобы приготовить сегодня обед. Бабушка у нас опять на работе. Ну, ладно, это все потом. Давайте сейчас переоденусь, покажу вам. Да покажу обзор, а потом уже все остальное вам расскажу. Ну вот, одела новые шорты, новую футболку. Тоже размер 44. Вот так вот футболочка смотрится со стороны спинки. Вот видите, она с удлинением. На удлинение идут разрезики. Вот так вот она смотрится спереди. Просто супер, просто классно. Сейчас прямо в этом пойду и в магазин. И вот шортики заказала. Тоже такие вот с высокой посадкой. Ну, я Вам говорила, у меня сейчас есть недостатки. Бока, живот. Вот, поэтому я любитель одежды с высокой посадки. Фигура не супер идеальная, поэтому мне сейчас такое самое удобное. Вот такие вот шортики. Сынок тоже хочет тут побыть моделью. Ты недавно был моделью, тебя снимали, да? Теперь маме на очередь быть моделью. И у шорта, смотрите, такие прям глубокие-глубокие кармашки присутствуют. Удобные тоже. Ну, прям телефон вообще спокойно может поместиться в эти кармашки. В общем, вот такая вот красота. Как всегда, все ссылочки будут внизу в описании в инфобоксе. Я Вам всем желаю сладкого шопинга и приятных покупок. Ну, а мы что? Мы сейчас идем в магазин, да, девчонки? Друзья, мама у нас сегодня второй день на работе. У мамы график 2 на 2. То есть завтра мама уже будет выходная, будет проводить день с нами. Ну, а сегодня мы все это вместе с девчонками сами тут тусим, сами себя развлекаем. У нас закончилась еда, наконец-то мы доели весь праздничный стол, который мама готовила на мою встречу. Вот, и мы сегодня решили с девчонками сварить макарошки и к макарошкам приготовить тевтельки, да, девочки? Фарш я уже достала размораживаться. Единственное, что нам надо купить лук. У мамы есть морковка, лука нету, надо купить лук на подливку. И томатную пасту у мамы есть, а сметанки нету. Сейчас возьмем еще маленькую сметанку, ну, чтобы подливка такая вкусная была с томатом и со сметанкой. И будем все втроем готовить, да, девочки? У меня две помощницы, так что мы будем втроем на кухне. Сейчас забавацаем вкуснейший обед, мама придет с работы и будем ее кормить, да? Все. Нам надо одеть Диму, мы уже все одеты. Ну, я, по крайней мере, точно уже одета, я так и пойду в новой одежде. Сейчас Димочку оденем, а то он в домашнем у нас тут. Да, ты тоже одета, все. И выдвигаемся. Блин, ну пускай этот хохолок, он опять ветром поднимается, я думаю. Так, все, мы собрались, мы в сборе, идем в магазин за луком и за сметаной, а и за макаронами. Так вот, Димка, ну-ка, Морис, подожди, Димку засниму. Вот он мой красавчик. Опять он эту кепку не хочет, е-мое, солнышко печет, сынок. Вот он в новых шортах, в новой, это, футболочке. Весь у меня опять такой модный, нарядный. Вот. В общем, мы идем в магазин. Сейчас все быстренько купим и приступаем к заготовке. На улице жара вообще. Я даже не знаю, сколько градусов, но прямо очень-очень тепло. Да, я хоть это самое, наслажусь летом хоть чуть-чуть. Но хотя, вы знаете, у мамы тоже тут передают, что на следующей неделе вроде опять похолодание. Но ничего, мы люди, привыкшие к похолоданию, ничего страшного. Нас это не пугает. Оденем теплый спортивный костюм и все равно будем гулять. Все равно будем наслаждаться отпуском. Да, девчонки? Так, все, идем. Идем в магазин. Ой, так солнце слепит, вообще ничего не вижу, е-мое. Все, мы были вот в магните, все купили, но у нас небольшие, совсем небольшие покупочки, что у нас тут. Дайте, откроем пакет, посмотрим, что мы взяли. Что мы взяли? Ну, девочки попросили кока-колу, пачку макарош, сметанка и лук. Все, да? Все. У нас вообще... Лук и морковка. Морковку мы не брали, у нас есть дома морковка. Нам она не нужна, нам только лук был нужен. Все, мы это, все купили. Димка не могу, кепку без конца снимает. Солнце печет, я не знаю, как с этим ребенком бороться. Дим, надо в кепке быть. Это же, это же солнышко, оно же печет. А сейчас опять снимет. Так, все, идемте дальше. А там что есть в таком виде? Не знаю, как вы их решите, так и пойдем. Ну, пойдем там, значит. Вот где Марина говорит, пойдемте туда. Да, все, пойдемте. Нам же с коляской... А, опять снял кепку. Димка, е-мое, эх ты, проказник, мелкий проказник. Веронич, дай мне коляску, ты не туда заезжай, сейчас я его покачу. Так, мы остановились, хотим купить дыню. У меня, кстати, Димка вообще обожает дыню. Арбуз, правда, он еще не пробовал, я ему не давала пробовать. А дыньку давала еще, когда мы, ну, у нас были дома, еще не уезжали в отпуск. И он с таким вообще удовольствием кушает дыню. Поэтому вот сейчас увидела, как раз это, маленькую или большую будем? Ну, вот это, наверное, среднюю, да, возьмем, чтобы и мама покушала, и все. А почем у вас дыньки, вот такие вот желтенькие, светлые? А, 170 рублей килограмм. 170 рублей килограмм. В общем, сейчас одну такую возьмем дыночку нам. О, клубника! А клубника у вас почем? 500 рублей килограмм. 500 рублей килограмм? М-м-м, девшонки, хотите клубнику? Да! Сейчас возьмем клубнички еще нам. Так, сейчас все купим. Тут еще и белочки, тут тоже много пупок. Так, не буяним, Дима, не буяним. Нам здесь белые подолезаем. Так. Держи. Так. Видно тебе меня? Да. Смотри-ка, проси меня. Так, вот такую вот дыньку возьмем. Видно меня? Хорошо? Да. И корзиночку клубнику надо. Молодцы, миленькие. Кусто. Дима, не капризничай. Хочешь попить, а? Да, я ему попить водички. М-м-м. 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 В общем, дыня и... Вот такой вот небольшой пакетик клубничный, 640 рублей. Недешевое удовольствие кушать фрукты летом. А у вас в карточке принимаются? Нет, переводом. Ну, давайте тогда наличьим. М-м-м. Сейчас отсюда. М-м-м. 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 М-м. 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 Пять рублей это... Вероника, что ты снимаешь? Меня не видно. Ах. Пять рублей мне простили, значит, 655. Обошлось нашу отдаваться. Все, идем. Спасибо вам большое. Идемте дальше. Опа. У меня спина загреет. Что ты там, Вероника, снимала? Не знаю, что снимала. Камеру вечно отводила. Ну, может быть, вы что-то и разглядели. Все, мы теперь точно идем домой. Сейчас хочу дать попробовать Диме клубнику. Дим, вон твоя машинка. Ты ему в магазине покупала вчера. Он, это, психовал. Думала, чем ему развлечь машинку такую маленькую. Покупала малышку. Дим, попробуешь? Клубника. Ты такое еще не ел. Ах, уронил. Ты такое еще не ел. На вот другую, на вот другую, сынок. Вот, вот. Вероника, помой, пожалуйста, вот эту ягоду. Ее надо кушать. Попробуй. На. Попробуй. Не, это убери она еще. Попробуй, сынок. На лоб не обращайте внимания. На лоб, вон, ручка. Его комарики кусают. Да, не успеваем от одних укусов избавиться. Новые кусают. Ну, ничего, ну, ничего, ну, ничего. Меня тоже кусают, но у меня нет таких красных следов. У меня как-то это, проще кожей реагирует. А то у Димы прям красные следы. Сынок, да это кушать надо. Это кушать. Попробуй. Попробуй. Не, не понимает. Ладно, размазывать мы не будем. Ладно, подрастешь, потом поешь клубнику. Сейчас я тебе дыньку отрежу. Дыньку ты точно любишь. Вот дыня, это по-нашему, да, Дим? Дыня, это по-нашему. Да, дыню, скажи, я люблю. А клубнику что-то я не понял, что это еда, ее надо есть. Он у меня еще вообще мало чего пробовал. Я все боюсь ему, ну, что, знаете, маленькие еще страшно как-то давать новые продукты. Ополосни, пожалуйста. На, сынок, будешь? Да и не так. Давай вот так возьми. Да, да, вот так вот. Чтоб мякоть у тебя снаружи была, а не корка. Вот так. Так, девчонки вон клубничку кушают. Приятного тебе аппетита, сынок. Приятного тебе аппетита. Сынок, ты тут нам порядки наводишь. Так, мы беремся за готовку. По меню у нас сегодня тефтели. Так, что нам надо для тефтели? Нам надо почистить морковь. У тебя есть чистилка для... Нет, обычная. Нету чистилки обычной. Только нож. Только нож? Ну, ничего, значит, я сейчас почищу ножом. Почистим морковь, чистим лук. Вот этот пакетик. Так, доставай фарш. Обменился? Не, не, оберку в тарелке, Марина. Фарш. Так, морковь надо будет натереть на мелкой терке. Доставай терку, досточку. Так. Понятно? Нет, это три. Ой, ополосни ее. Так, Марина трет морковку. Сейчас я еще почищу лук. Так, у нас тут уже готовка вся в процессе. В общем, что мы сделали? Я нарезала лучок. Маришка у нас натерла морковь на мелкой терке. И мы отправили эти овощи обжариваться на растительном масле. В общем, обжариваем лук с морковью. Здесь мы уже с маринкой намесили фарш. А в фарш добавили немного отварного риса и посолили его, перемешали. Теперь, Марин, смотри, берем вот такие вот небольшие тефтельки, сейчас покажу. Сначала вот так вот кругляшок, потом чуть-чуть приплюснивай. И вот так вот в муку раз, раз. И выкладывай сюда на стол. Хорошо. Так, Марина будет сейчас делать тефтельки. Я их хочу предварительно обжарить, а потом уже отправлю в соус тушиться. Но сначала хочу обжарить, но мне так больше нравится. Так мне кажется, что вкуснее. Или давай я буду крутить, чтобы быстрее было, а то обмакивать в муке. Сейчас мы с Мариной тут такой, это, вкуснявый-привкуснявый обед забабацим. Так, и я, это, тут уже выпустила видео. И под видео столько комментариев. Думаю, надо вам это, поотвечать на эти комментарии. Как бы нам сделать, видно вам меня хорошо? Слышно я, надеюсь. Так, давайте откроем последнее видео. Сейчас поотвечаю вам на комментарии. Так, Сибиря написала. Люба, а это что за город? Не Болгоград? Ты вроде говорила, что все твои родные в Болгограде живут. Рассказываю, у меня родные Саши все живут в Болгограде. То есть, Сашины родители, ну, мужа моего, Сашины родители проживают в Болгоградской области, в деревне. Сашин брат проживает родной в Болгограде. И мы с Сашей, мы с ним, ну, до переезда на север жили в Болгограде. Мы там с ним познакомились, как бы жили, а потом вот уехали на север. А много было вопросов про мою маму, почему моя мама сейчас здесь, в Мончегорске. Смотрите, изначально мы все вместе, ну, я, мама, мы жили в городе Борисоглебск. Вот, куда я ездила к своей сестре двоюродной в гости, мы жили там. То есть, мои школьные, мои студенческие годы все прошли в городе Борисоглебск. А потом моей маме, ну, подруга, вот Светлана, вы ее еще увидите, она, как бы, проживала здесь, ну, в Мурманске. Она рассказала, что, ой, представляешь, как бы, есть вот тут недалеко от Мурманска город Мончегорск. Ну, как бы, это север. Ну, на севере гораздо выше зарплаты. И плюс тут, в этом городе раздают всем нуждающимся бесплатно квартиры. И в дальнейшем, как бы, эти квартиры можно приватизировать. И они становятся твоей. Ну, как бы, квартира может стать твоей, если ты ее приватизируешь. Ну, и, соответственно, после приватизации, если есть желание, ее можно продать. И, ну, так скажем, поиметь деньги на халяву, так скажем. Маме это предложение очень понравилось. И она решила поехать сюда, ну, как бы, подзаработать, получить квартиру, приватизировать ее, продать. И в дальнейшем, как бы, вернуться обратно в Борисоглебск. Вот эта вот квартира, которую я сейчас вам показываю, эту квартиру мама получила бесплатно. Ну, как бы, от правительства города. Ну, не знаю, кто мэрия или кто. Ну, кто-то тут, короче, раздает квартиры нуждающимся. Мама ее получила бесплатно. Вот. Мама ее приватизировала и планирует продать. Но, как бы, не в этом году у мамы планы, чтобы девочки доучились, Марина, Катя, чтобы они доучились, чтобы их уже, как бы, не срывать с учебы и ничего. А потом уже мама в дальнейшем хочет продать эту квартиру, купить дом на земле и вернуться, как бы, тоже жить на землю туда. Ну, как бы, чуть-чуть попозже. Не в этом году, так скажем. Вот. Когда мама получила эту квартиру, тут, как бы, не было толком ремонта, ничего. Это все уже мама сделала сама. Вот. Вот так вот мама оказалась здесь. Так. Давай, Мария, включим посильнее. Вот так. Можно уже выкладывать, обжариваться. Так. Сейчас тефтельки выложишь. Сейчас я тут помешаю. У нас тут горит. Е-мое. Заболталась я. Заболталась. Заболталась. Так. Так, так, так. Еще масло добавить. Так, много было вопросов. Еще вот я сейчас читала комментарии, ну, вот в последнем видео. Не все понимают, что за племянницы, чьи это дети. Сколько у мамы детей задавали вопросов. Не, 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 ну, мало кто, что, выкладывай сюда везде. Я боюсь, я выскаленного масла. Хорошо, я должен. Вот, это. Рассказываю. У моей мамы четверо детей. Изначально, как бы, мама родила троих детей. Я самый старший ребенок в семье, то есть родилась я. Затем родилась Кать, ой, затем родилась Вика. У Вики на данный момент трое детей. Всех этих детей вы вот как раз видели на встрече. Вероника, Варя и Тея. Вот эти все дети, как бы, от маминой средней дочери, от Вики. И это ее внучки. Еще плюс, у мамы есть, потом мама родила третью дочку, это Катя. Катю вы тоже увидите, моя родная сестра. Она сейчас просто в отъезде по своим личным делам в другом городе. Но 10-го числа она сюда вернется, приедет. Вот, еще как бы, ну, мама родила Катю. И в дальнейшем мама взяла из детдома Марину. Марину она взяла 8 лет. Марине было 8 лет, когда мама ее взяла. Ну, как бы, мама удочерила Марину. И у нас появилась четвертая родная сестренка. Вот, это наша родная сестренка Маришка. Она с нами с 8 лет живет. Вот. И как бы, вот так вот получается, что у мамы, у моей четверо детей и четверо внуков. Три дочери от Вики, от средней дочери. И вот один внук Дима от меня, от старшей дочери, получается, у мамы. Вот. Ну, а как бы Марина и Катя, они у нас еще учатся. Катя у нас студентка. Марина у нас учится в школе еще пока. Что в каком ты классе? В 8-м классе. Будешь сейчас в 8-м. В 8-й класс перешла Марина. Вот. А Катя уже закончила школу. Сейчас как бы студентка. Вот. Что еще и получается, что Катя и Марина, они проживают с мамой. Ну, они учатся, живут с мамой. Ну, а мы как бы, вы знаете, я старшая дочка живу на севере со своим мужем и с Димой. И средняя дочка Вика, она проживает тоже здесь, в Мончегорске. Она здесь себе купила квартиру. Квартиру она покупала за мат-капитал, но за троих деток складывала. И плюс добавляла свои личные денежки, недостающую сумму. И она здесь себе, ну, купила в этом городе квартиру. У Вики своя квартира. Вот. Она проживает отдельно с мужем и с тремя своими дочками. Ну, в другой квартире. Ну, неподалеку, кстати, от мамы, не сильно далеко. Да, Марина? Да. Вот. Вроде бы на все такие самые часто задаваемые вопросы я ответила. Так, сейчас мы тут доготовим покушать. Что мы делаем? Нам надо обжарить тевтельки, обжарить лук с морковью. Затем я туда буду добавлять. Ну, сейчас, ладно, я вам все покажу. Сейчас как-то доделаем. Долюблю сейчас тевтели и все вам покажу. Сейчас мы с Мариной тут быстро все запутим. Да, Мариш? Манька, стало бы мне даже не жарко. Что это там? Так, Маришка у нас моет чашку из-под фарша. Вот у нас тут еще сколько тевтелей. Вот эти тевтельки обжариваются. И тут у нас обжаривается лук с морковью. Сейчас будет путь снятина. Все, лук с морковью? Да, все, Маришка. Так, все, у нас лучок с морковью обжарились. Добавляем сюда сметану. Маришка добавляет сметану. Томатную пасту. Ложку уложим в мойку. Все. Тоже все выдавили, сколько есть. Тут у нас тевтельки обжариваются. Все до последней капельки. Так. Все. Все. И сок томатный наливай. Весь сколько есть клей. Добавляем томатный сок. Теперь все это надо хорошо перемешать. И специи по вкусу. Вот такой у нас вкусный соус-подливка получается. Так, все. Поставили кастрюльку на макароны. У мамы, кстати, такая прикольная кастрюля. У нее с обоих сторон у кастрюли тут такие небольшие выемки. Ну, знаете, как на чайнике. А на крышке в этой стороне, смотрите, вот такие вот дырочки. И просто получается, ну, что легко, прям удобно сливать воду с макарон. Не надо никуда, ни в дурушлаг, никуда перекладывать. Супер. Мне тоже теперь хочется такую, это, кастрюльку под макароны. Но вода у нас еще не закипела. Мы чуть только ее поставили. Так. Тевтельки обжарились. Отправляем их в соус. Соус тоже у нас уже потомился, потушился. Так. Отправляем сюда тевтельки. И в соус мы добавили специи по вкусу с Маришкой. Все. Сейчас еще потушим тевтельки в этом соусе. И это. Доварим макароны. И наш супер-пупер обед готов. У нас все готово. Мы садимся кушать вот такие вот вкусные, привкусные тевтельки. С подливочкой, с макарошками. Мариша тоже у нас тут садится кушать. Вероника есть отказалась. Но она себе аппетит перебила. Мы пока готовили. Ну, она с утра тортик опять покушала. Который, помните, вчера мы его еще не доели. Сегодня опять на завтрак ели. И она потом перебила себе аппетит. Наелась клубники. Наелась дыни. В общем, не хочет она сейчас макароны. Ну, наверное, попозже поест. Ничего страшного. А мы с Маринкой уже проголодались. Мы будем кушать. Нам приятного аппетита. Еще сейчас вот читала комментарии. Очень много вопросов от вас. Кем работает моя мама? Моя мама работает буфетчиком в поликлинике, в больнице. Она раздает больным еду. Когда вы лежите в больнице, вас кормят. Вот мама раздает эту еду. Снимай Димку. Димку сейчас засниму. В общем, у меня мама буфетчик в больнице. Смена у нее 2 на 2. Так что завтра мама выходная. Завтра будем все вместе. Что там, Димка? Что там, Димка? Зачем ты его подушками обложила? Смотрите, Вероника его подушками обложила. Тут мультики Маша и Медведь. Им и не страшно так, что ты его так обложила? Точно? Нет. Дим, все хорошо у тебя? Так, все, мы кушать. Нам приятного аппетита. Спасибо. Уже вечер. И знаете, даже не вечер, уже ночь. Сколько? 11-й час ночи, да? Да. Уже где-то пол 11-го ночи. Но тут светло, потому что у мамы белые ночи. Ну, кто знает это. За полярным кругом тут летом всегда светло. То есть, даже если 2 ночи, все равно будет светло. Слушай, блин, под утро и то светло. Ну, всегда светло. В общем, тут светло. Всегда. Летом тут всегда светло. Светло, да, и это. В общем, мы уложили детей спать, так как ночь. Мы уложили детей спать и решили погулять. Мы не хотим никуда ни в кафе, никуда. Мы просто хотим погулять и поболтать. Потому что, ну, сами понимаете, Вика у себя в квартире там со своими детьми. Я у мамы там квошкаюсь тоже, то с Маринкой, то с Вероничкой. Вот. И никакие ты это днем толком не поболтаешь. И мы говорим, давай детей уже уложим. И просто погуляем, походим по городу и поболтаем о том, о сём. В общем, у нас прекрасный вечер. Пожелайте нам прекрасного настроения, прекрасного времяпрепровождения. Мы гуляем. Все постоянно в комментариях спрашивают, чья Вероника, чья Варя, чья Тея. Все три девчонки. Вот моей родной сестры Вики. Все вот три девчонки. Это мать этих детей. Вот она перед вами. Моя родная сестра. У мамы, у моей получается, три внучки от Вики. И один внук от меня. А ещё две дочки у неё. Ну, они ещё учатся. Они ещё не рожали детей. У нас фокуса нету, ё-моё. Фокус. Фокус. Да, на выходе с аллеи лучше камера. Вот он фокус. В общем, я всё там не уболтала без фокуса. Но вы привыкли. У меня тут камера шипит. То она без фокуса. Вы привыкли ко мне. Мне все пишут. Люб, да какая разница, что у тебя там из камеры. Снимай, что снимается и как снимается. В общем, снимаю, как снимается. Мы идём гулять и болтать. Всё. Пожелайте нам классного вечера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...